Ради Крыма он бросил семью. Житель Екатеринбурга улетел спасать полуостров от бандеровцев сразу после получки. В Симферополе бывший военный патрулировал улицы и даже принял участие в захвате украинской части, о чем рассказывают с гордостью. Всю правду о присоединении Крыма теперь можно узнать и в школах, на специальных уроках. Анжела Брик выслушала все истории. Если, значит, он не вооружен, в руках ничего нет, просто ведет себя агрессивно, бьешь по ногам. Против лома нет приема. Безобидное дерево Игорь бьет тренировки ради. Он показывает, чему научился в Крыму. Три недели доброволец из Екатеринбурга стоял на страже полуострова. Его приняли в ряды ополченцев. Горожанин патрулировал улицы и охранял порядок на референдуме. В Симферополь доброволец уехал спонтанно. Говорит, сердце позвало. С самолета отправился в штаб и сразу встал на его защиту. В Крым Игорь поехал, потому что убежден. Мы одна семья. Правда, свою молодой человек чуть не разрушил. Жена обиделась, что муж бросил ее накануне 8 марта. Сейчас между супругами, как и на полуострове, мир и согласие. Добровольцу даже дали добро на следующую поездку на юг. Теперь уже за награды. Ведь эти три недели стали переломными для крымской и российской истории. Ее свежие страницы уже читают екатеринбургские школьники. Студенты педуниверситета подготовили для них обновленный курс. Впрочем, девятиклассники уже в теме. Издревле наши народы, русские и украинские, жили вместе. Их связывали тесные культурные и экономические связи. Поэтому это меня не могло не беспокоить. На семья считает, что это хорошо, что это даже увеличивает экономическое и политическое влияние нашей страны. Не знаю, конечно, насколько это. Вообще, люди там очень хорошие, большинство россиян, они все, видимо, всегда хотели, чтобы вернуться к России, присоединиться. Если у этих школьников еще есть время изучить новейшую историю и географию нового субъекта федерации, то вот выпускникам этого года придется срочно переучиваться. Нынче задания на ЕГЭ составят уже с учетом новых границ и граней России. Анжела Брик, Владимир Середа, Антон Лимонов. Новости 41-го канала. Антон Лимонов. Новости 41-го канала.